Горьковские конструкторы, причастные к проекту ГАЗ М-73, рассказывают историю появления этой машины так. Осенью 1954 года Хрущев вызвал к себе министра автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения АСССР Степана Акоповича Акопова и дал задание разработать малолитражный легковой автомобиль высокой проходимости, который заменил бы однокомную линейку, основное и транспортное средство агрономов и, объездчиков полей. Работа над полноприводным шасси для кузова Победы в это время уже шла полным ходом, и, Хрущев, зная об этом, свое задание прокомментировал так, ни одним же начальником ездить с комфортом по бездорожью в любое время года. Вполне закономерно, что задание разработать такой автомобиль получил Горьковский автозавод, единственное предприятие из страны, имевший опыт производства негрузовых полноприводников. Изначально речь шла только о проектировании, то есть о создании полного пакета технической документации. Массовое производство машин и окопов намеревался разместить на автозаводе, строительство которого планировалось на Украине, поэтому перспективный внедорожник назвали «Украинец». Однако вскоре стало ясно, что по ряду причин от создания нового предприятия придется отказаться, и, автомобиль переименовали в механизатор. Впрочем, не исключено, что история с наименованием и переименованием – всего лишь миф. В сохранившейся до наших дней заводской технической документации фигурирует лишь заводское обозначение ГАСМ-73. Создать эту машину предстояло конструкторской группе, возглавляемой Григорием Моисеевичем Вассерманом. Именно Вассерман и его сотрудники спроектировали несколько ранее ГАС-69 и ГАС-69А. Именно этот коллектив в момент получения задания на разработку малого комфортабельного джипа работал над скрещиванием кузова «Победы» с полноприводной трансмиссией. Начали с компоновки. Задачи, которые предстояло решать автомобилю, позволяли довольствоваться двухместным кузовом, оставшиеся в запасе резервы полезной нагрузки и длины использовать для перевозки груза. Тем не менее, кузов вырисовывался короткий и, легкий, что позволяло сделать его несущим, обойдясь безгромоздкой и, тяжелой рамы, для полноприводников тех лет. Решение революционное. Сразу же определились, что первые два опытных образца будут построены с разными типами кузовов, пикапа и, купи. У купи был закрытый вместительный багажник с пристроенной на его крышку запаской, а у пикапа позади закрытой двухместной кабины находилась открытая грузовая платформа с поручнями, запасное колесо размещалось в специальном отсеке под грузовой платформой. Грузоподъемность обеих версий составила 150 килограммов. Создавая экстерьер автомобиля, конструкторы постарались сделать его привлекательным и, по-своему модным. Несмотря на принципиальную новизну М73, проектировать сугубо утилитарное транспортное средство с нуля не было необходимости. Важно было в кратчайшие сроки получить результат, используя максимум уже освоенных отечественным автопромом узлов и агрегатов. Малая масса автомобиля позволила заимствовать двигатель, сцепление с гидроприводом, КПП с удлинителем и, тормоза у готовящегося к производству «Москвича-402». Оба ведущих моста и, раздаточную коробку с демультипликатором Вассерман спроектировал специально для М73, создав уменьшенные копии аналогичных узлов М72 и, ГАЗ-69. Конфигурация подвесок определилась почти автоматически, зависимая, на продольных рессорах. Как и, у всех горьковских полноприводников, мосты крепились к рессорам снизу, что существенно увеличивало дорожный просвет. Для повышения проходимости ГАЗ М73 прибегли к радикальным мерам. Совсем небольшой малолитражный автомобиль получил крупные шины 6,70-15, позже и такие ставили на 21-ю «Волгу». Диаметр колесных дисков был меньше, чем у ГАЗ-69 и, М72, но при этом ширина резины, как дорожной, так и, с мощными грунтозацепами, была больше, чем у помянутых выше внедорожников. Уже в декабре 1954 года оба опытных образца ГАЗ-М73, пикапы и, купи, были готовы. В январе 1955 года провели стандартную для всех прототипов процедуру обмеров и, взвешивания, а с 12 февраля по 22 марта прошли заводские доводочные испытания. По городским и, загородным асфальтовым дорогам, покрытым слоем укатанного снега, автомобили прошли 3738 км, что позволило определить реальный средний расход топлива – 13,5 литров слеж 100 км. В испытаниях на заснеженной лесной дороге наряду с парой М73 для сравнения участвовал один из первых опытных образцов ГАЗ-М72. Пока глубина снега не превышала 25-27 см, обе модели свободно двигались на второй передаче со скоростью 15-20 км в час. На рыхлом снегу глубиной 40-45 см М72 застрял, а М73 такие участки на первой пониженной передаче преодолевал без проблем. Дело в том, что за счет меньшей массы и, большей площади соприкосновения покрышек с грунтом малолитражный джип продавливал снежный покров на 25-30 см меньше своего полноразмерного собрата. Следующие заводские испытания прошли 28 апреля 1955 года. В этот день на разбитых грунтовках в окрестностях Горьковского совхоза Даскина состязались в проходимости оба М73, а также первый, капотный, вариант среднего армейского полноприводника ГАЗ-62И, экспериментальный ГАЗ-51 с гусеничным движителем, разработанным конструктором ГАЗ-В.К.Рубцовым. Полугусеничный грузовик выступал вне конкурса, а вот в классе колесных внедорожников победу одержали и М73. Автомобили несколько раз проехали в обоих направлениях по проселочной дороге с глубокими, залитыми водой колеями. Машины двигались на первый и, второй передатчик с включенным демультипликатором. ГАЗ-М73 все участки преодолел без остановок. ГАЗ-62 дважды застревал в грязи. 14 мая 1955 года пикап М73 схлестнулся на бездорожье с серийными ГАЗ-69И, ГАЗ-69АИ, с опытным образцом М72. Программа испытаний на этот раз была более разнообразной. Помимо движения по глубоким грязным колеям она предусматривала форсирование бродов глубиной до 60 см и, преодоление косогоров. Сведениями об успехах 69-х мы не располагаем, что же касается соперничества М73 и, М72, известно следующее. На самом непроходимом участке проселка М72 сел на мосты, не дыхав 20 метров до того места, где на мосты сел М73. Уязвимым местом всех автомобилей оказалось не герметичное подкопотное пространство, попадавшее туда вода глушила двигатели. Испытания позволили выявить ряд недоработок, которые следовало устранить перед созданием опытной партии ГАЗ-73. Так, максимальная скорость обоих образцов составила 85 километров в час, что превышало заданную техническими условиями на 15 километров в час. Это потребовало сделать перерасчет передаточного числа постоянного зацепления в раздаточной коробке, увеличив его с 1,15 до 1,36. Автоматически улучшалась динамика, возрастало тяговые усилия на колеса, но изменение динамических характеристик трансмиссии потребовало защитить двигатель ограничителем оборотов на 4000 оборотов в минуту. Кроме того, планировалось на 100 килограммов уменьшить сухой вес автомобиля, защитить подкопотное пространство и кабину от воды при преодолении бродов, герметизировать тормоза, заменить 6-ти вольтовое электрооборудование 12-ти вольтовым. Фактическая ширина салона составляла всего 1260 миллиметров и, управлять машиной в зимней одежде было сложно, поэтому кабину на уровне плеч водителя и, пассажиры решили расширить на 110-120 миллиметров. Воплотить все иновшества в металле горьковчане не успели. Постановление Совета Министров СССР номер 762 о сроке готовности опытных образцов ГАСМ-73 номер 3 и, номер 4 к 10 июля 1955 года и, сроки их официальных испытаний, 1 сентября 1955 года, вышло 24 апреля 1955 года. Однако 2 июня из Министерства неожиданно пришло письмо, предписывавшее передать проекты, один из построенных образцов М-73 на московский завод малолитражных автомобилей, МЗМА. На этом короткая АИ, яркая биография предтечи всех легких комфортабельных полноприводников закончилась. Решение передать наработки по малолитражному внедорожнику на МЗМА было единственным реальным способом сохранить проект. Мощности Горьковского автозавода в середине 50-х годов были перегружены производством уже освоенной техники. Нельзя забывать, что ГАЗ являлся не только одним из ведущих производителей готовых автомобилей, но и, поставщиком шасси для установки специализированных кузовов и, оборудования, а также серьезным оборонным предприятием. В 1955 году автозавод готовился к освоению производства нового базового легкового автомобиля М-21 «Волга». Покорение целины требовало наращивания выпуска грузовиков ГАЗ-51. Производство необходимых и, армии, и, народному хозяйству ГАЗ-69 пришлось переносить в Бульяновск. Об освоении новой модели, которая требовала к тому же поставок узлов и, агрегатов СМЗМА, не могло быть и, речи, в конце концов, Гарьковский автозавод был не резиновым. Таким образом, плоды вдохновенного труда группы Вассермана можно было либо просто похоронить, либо найти возможность развивать тему на другом предприятии. К счастью, министерские чиновники и «Газплан» выбрали второй вариант. Впоследствии, используя горьковские наработки, в первую очередь чертежи и раздаточные коробки и, ведущих мостов, конструкторам СМЗМА создали полноприводную четырехместную четырехдверную малолитражку «Москвич-410», а несколько позже, внедорожный универсал «Москвич-411» – прообраз современных кроссоверов. Эти машины не слишком соответствовали первоначальному замыслу, создать летучку для целинных механизаторов, зато они позволили реализовать революционную идею Вассермана и, доказать ее жизнеспособность. Суть идеи сводилась к двум тезисам, первый, джип может иметь несущий кузов, второй, этот кузов может не уступать в изяществе и, комфорте легковым автомобилям.